Я руководитель группы архитекторов. Мы занимаемся разработкой архитектуры продуктов, мы помогаем в продажах, занимаемся стимированием, разработкой целевой архитектуры, также техническими консультациями. И помимо этого еще одним из основных направлений, которыми я занимаюсь, это выработка каких-то экспертных направлений, технические экспертизы внутри компании. Наверное, можно выбрать один принцип – это целесообразность архитектуры. Если заказчику нужна машина для того, чтобы ехать, ему не нужно продавать Феррари, потому что Феррари тоже может ехать, но тем не менее это для него явно излишне. И одной из задач именно архитектора – понять, какой уровень нужен конкретному продукту, чтобы он соблюдал баланс между всеми потребностями, ценой проекта, поддерживаемостью, расширяемостью и его производительностью. Здесь, опять же таки, мы смотрим на целесообразность, то есть насколько эффективно подобранные технологии могут решить данную проблему. Понятно, что выбор технологий достаточно велик, и многие проблемы, многие вещи, они решены в разных технологических стеках. Но тем не менее, первоочередный принцип – это насколько технический стек позволяет эффективно решить нашу проблему. Во вторую очередь, насколько этот технический стек приемлем для заказчика, есть ли у него кадры внутри компании, которые могут работать с этим языком или желают на него перейти. Это важно для дальнейшей поддержки. И, конечно, не стоит забывать тех специалистов, которые сейчас у нас доступны, которые могут непосредственно максимально быстро подхватить этот проект и начать разработку. Примерно в таком порядке. Ну, тут, наверное, тренд больше не в области именно самой архитектуры, хотя в ней тоже есть несколько интересных моментов. Гораздо больше интересны именно технологические новшества, которые существуют сейчас. Как, например, EIML. Борное развитие искусственного интеллекта затрагивает все сферы нашей жизни, разные профессии. И мы сейчас находимся достаточно в интересной такой точке, в которой либо развитие E остановится на этом же уровне и будет использоваться в совершенно каких-то таких довольно-таки понятных прикладных задачах, либо оно как-то полностью изменит подходы, в том числе и к архитектуре, в принципе, к принципам самого построения правообеспечения. Поэтому здесь мы следим, смотрим и ждем какие-то признаки, чтобы понять, куда дальше двигаться, куда дальше развиваться. Ну, 10 лет, наверное, это слишком большой горизонт планирования в IT, в принципе, потому что все изменяется достаточно динамично. Если просматривать какие-то тренды, то это меньше работы по факту получается. То есть, если раньше программист работал, ну, ему требовалось довольно-таки много вещей делать самому, то спустя время он делает это все меньше и меньше и непосредственно сосредотачивается на конкретных каких-то вещах, на конкретном программировании. То есть, если говорить про какие-то архитектурные подходы, то сейчас бессерверный подход начинает набирать популярность. Он еще не так распространен, но, тем не менее, это тот подход, в котором инженер может полностью сосредоточиться практически на программировании. Ему не нужен никто, кто помог бы ему развернуть приложение, заниматься его поддержкой именно инфраструктуры и прочее. Он просто пишет код даже в браузере, в обычном, и он у него уже работает. Ко мне приходит достаточно большое количество различных запросов на оценку проектов, на чтение ТЗ, и разные ТЗ подожревают разные технологические стеки, разные индустрии, разные типы продуктов, которые хотят делать. Поэтому тут совершенно естественным образом получается какое-то самосовершенствование. То есть, если я вижу что-то, что мне неизвестно, то я, естественно, иду, начинаю изучать, читать. Как говорил мой отец, я узнаю все из наблюдений, потому что, странствуя по свету, я не закрываю глаз. Поэтому надо стараться смотреть на все вокруг и все изучать. Ко всему задавать вопросы, зачем, почему и как это работает. Если говорить про технические книги, то их много и всех и не перечислить. Главное, главное читать, мне кажется. Это самый главный совет. Читать, узнавать, потому что, да, и читайте художественные книги, да, они несут разумный, добро и вечный. Когда человек, там, приезжает, условно, на какую-то конференцию, и он говорит, тут есть компания Атентика. И все такие понимают, а, ну, в компании Атентики работают очень-очень-очень крутые ребята, да, у вас там очень хорошая экспертиза. Мы знаем, что вы, ваша компания, она делает очень качественную работу. И, в принципе, на это я как раз повлиять могу. И мне это интересно. То есть, мне интересно развивать какие-то новые направления, улучшать их работу.